И как же произошло это чудо? Имейте в виду, что от начала и до конца это дело самого Господа, и начинает он его ходатайственной молитвой. Да, еще до того, как Петр начал спускаться по этой ужасной лестнице гибели, Христос его опередил, окружил силой своей молитвы. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, то есть всех учеников, как пшеницу, но я молился о тебе, Симон». «Особо за тебя, потому что тебе грозит особая опасность, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Да, Господь не мог иначе, как позволить врагу накрепко встряхнуть свое чадо. Для чего? Для того, чтобы Петр раз и навсегда понял, что он не может надеяться ни на свои силы противостоять злу, ни на свою способность остаться верным Господу, и ни на свою любовь, чтобы, если нужно, положить душу свою за других. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы этого не было с тобою». Так ли просит Господь? Нет. «Но чтобы не оскудела вера твоя». Разве Христос не мог молиться о том, чтобы вообще охранить Петра от такого сеяния дьяволом? Конечно. Но Христос об этом не молил. Почему? А потому, дорогие мои, что Петр нуждался в таком толчке, в такой встряске. Да, Христос молит, чтобы в конечном итоге его вера не оскудела, но не об освобождении от этого тяжелого переживания. Все эти непрочные и ложные основы, на которые он опирался, должны были раз и навсегда рухнуть, и Господь позволяет сатане одним мощным ударом выбить всю эту самонадеянность из-под ног Петра. Что делает Господь со своим избранным сосудом? Из вероломного, колеблющегося, неустойчивого ученика Господь соделает его избранным своим сотрудником для высшего служения быть пастырем и блюстителем наследия Божия. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Ну, вы скажете, неужели из такого материала Бог может что-то сделать? Да, дорогие мои, именно эту головню Господь исторг из огня и сделал его столпом в Церкви Христовой. О, чудный наш Господь! Он знает, как сосуд низкого употребления превратить в сосуд почетного употребления. Это его специальность, слава и благодарение ему. Но возлюбленные для этого есть одно условие – наше исповедание. Эти потрясающие переживания позволены для одной цели. Петр должен полностью осознать себя, сперва сам узнать, кем он в действительности является, и затем он должен честно и откровенно признать себя перед Господом таким, какой он в действительности есть. На этой платформе исповедания Бог встречается с человеком. Здесь происходит это чудо, когда ненадежного Симона Господь превращает в каменного Петра. И вот, чтобы привести Петра к этому исповеданию, Господь позволяет сеять его, как пшеницу. Как же Иисус приводит Петра к этому исповеданию? Для этого Господь ставит ему три раза вопрос – «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Почему три? Чтобы напомнить ему, что он три раза отрекся от него? Не думаю. Причину мы найдем в самом слове «любовь». Слово «любовь», которое употребляет Иисус, что видно из подлинника, но не из нашего перевода, в самом высоком и сильном значении. Это любовь, которая готова положить душу свою за друзей своих, которую Петр должен был обнаружить, что не имел. Но интересно отметить, что, отвечая Христу, Петр не употребляет этого слова. Он прибегает к другому слову «любовь», которое слабее слова «любовь», употребляемого Христом. И его можно перевести приблизительно так. «Да, Господи, Ты мне дорог, Ты мне по душе». Сказав это, Христос говорит Петру «паси ангцев моих». Опять Иисус говорит «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Продолжая употреблять сильное слово «любовь», «любовь, которая способна пожертвовать собой за других». Отвечая, Петр вторично употребляет свое слабое слово и говорит «Ты знаешь, Господи, что Ты мне очень дорог». И теперь прошу отметить, что третий раз Господь по великой милости Своей снисходит с того высшего уровня и опускается на уровень Петровой любви и, употребляя Петрово слово «любовь», говорит ему «Симон, Ионин, дорог ли я тебе?» Вот почему, дорогие мои, сказано, что Симон опечалился. Не потому, что Христос трижды задал ему этот вопрос «любишь ли ты меня?» Как будто этим напоминая Петру о его трехкратном отречении от Христа. Нет. Не потому, но по той причине, что Иисус должен был снизойти на уровень Петровой любви. Петр должен был этим признаться, что не имел той любви, которой готова пожертвовать собою ради других. И заметьте, что при каждом этом трехкратном произношении Петра, что не имея той любви, которой готова положить жизнь свою за других, Христос поручает ему величайшую ответственность, говоря «Паси ангцев моих», «Паси овец моих», «Паси овец моих». Что сделало Петра пастырем, способным пасти овец наследия Божия? Любовь, которую влил в его сердце Господь мощным излиянием Духа Святого в день Пятидесятницы. Но до этого он должен был исповедовать всю свою нищету и не умение любить так, как требуется от достойного звания служитель Божий. Да, Господь готов излить эту любовь Божию в сердце каждого из нас Духом Святым, когда мы готовы исповедовать нашу нищету. Готов ли ты? Он готов. Тебе, может быть, придется пройти этот потрясающий процесс самообнаруживания перед тем, как ты будешь готов исповедовать, кем ты являешься без Божьей любви. Но если ты хочешь иметь этот самый чудный из всех плодов Духа Святого любовь, тогда условие одно – полное исповедание перед Господом, что ты жалок и нищ, и наг без Него. Но тот же чудный Спаситель, который исполнил свое обетование Петру, сделай то же самое и для тебя. Позволь ему совершить это великое дело в твоем сердце, полной отдачей себя ему. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok